Заря! Заря! Тихо! Девять, целуй! Сейчас, подождите! Дерби начинается! Еще матч не начался, а у нас уже здесь, вон, на опыте! Во-первых, соскучились. То есть, все равно уже такая долгожданная игра с хорошим соперником. И очень хорошо, что, может быть, она такая и получилась, потому что было много времени для восстановления. Да, у нас чуть-чуть не получилось восстановиться легионеркам, потому что они уехали играть за сборные. То есть, ну, мы все равно поздравляем Бетти, потому что она тоже едет в Токио. И отдохнули, и потренировались, и вот уже ждем завтрашний день. Восстанавливались, работали, ждали наших легионеров. В целом, ну, в рабочем режиме, конечно же, готовились к завтрашней игре. У Москвы тоже была такая пауза. И, на самом деле, да, это будет немного непредсказуемо. То есть, есть два варианта – либо все супер, либо все не очень супер. Вот, но будем надеяться, что, если вдруг что-то не получится, будешь так регулировать во время игры, и все пройдет хорошо, гладко и в нашу сторону. Насколько тяжело – это мы посмотрим завтра. Но, конечно, такой большой перерыв, он, я думаю, все-таки на пользу не идет. Но завтра посмотрим, и, в принципе, в одинаковых условиях, поэтому жаловаться не будем. Ну, они нас и так все знают, поэтому… Мотивация и без них есть. Ну, они молодцы, что прилетели и на хороший матч. Ты стремишься работать каждый день так, как будто у тебя на тренировке тренер сборной России. Поэтому… Привет! 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 Я сделала профессионально паузу, что, если что, это можно вырезать. Все, стопай, тихо, тихо, тихо. А, на самом деле, понимаете, он сам это прикол пропустил-то вообще. Это только как мы ковер-то делили. Это вообще уникальное. Мы настраиваемся на команду «Динамо Москву». Принципиально, не принципиально. Это, как бы, пусть решает вот уже пресса для нас. Это соперник, который нужно побеждать, и мы, безусловно, на него настраиваемся, на победу готовимся. У них все равно огромный резерв, который может миксоваться в любых позициях, критериях. Тебе приходится разбирать все 12 человек и тоже ожидать, кто куда выйдет. Это очень большой объем информации, который ты должен помнить всю игру. В любом случае это Москва, в любом случае это «Динамо», и это чемпионат России, поэтому надо побеждать и готовиться к хорошей игре. Это топ-команда, которая, я думаю, еще себя покажет в плей-оффе. Я думаю, все равно это будут снова разные команды. Каждая игра, она уникальна. Как бы ты ни готовился, все равно будут какие-то факторы, которые делают ее неповторимой. Поэтому посмотрим завтра уже. Мы готовимся на игру, мы готовимся на хорошую игру, мы хотим побеждать. Будет зависеть завтра уже, может, даже больше не от нашей подготовки, то есть, что мы сможем показать уже наши эмоции, характер и стараться выигрывать. Болельщиков мы ждем всегда. Мы помним наш кубок, наш финал, как нам было здорово играть с такой поддержкой, поэтому приходите, мы вас ждем, нам нужна ваша поддержка на каждой игре.